Ничего, смешно украшаю. Ты что, спал меня? Торчит? Выглядишь, как настоящий сумасшедший садовник. Отлично. Это хорошо. Руки-ножницы. Руки-ножницы, да. Здравствуйте, приветствуем вас на канале Европлант Лайф. Сегодня мы в гостях у Лады Кулыгиной, садовника, ландшафтного дизайнера. И она нам обещала рассказать про секреты петербургской обрезки сирени. Есть своя специфика о том, как в Петербурге издревле практически обрезали сирень. Сирени в Петербурге очень много. Это и Марсово поле, и практически по всему городу она растет. И венгерка, и обыкновенные сейчас новые сорта появились. И я хочу задать Ладе очень-очень много вопросов. Здравствуй, Лада. Здравствуй. Здравствуйте, друзья. Лад, во-первых, первый вопрос. У нас сейчас конец июня. И совершенно, мне кажется, неочевидное время для многих, что пора что-то обрезать, например, кусты сирени. Потому что я вот видел, что у меня под окном в городе ее, например, обрезали в феврале. Но сирень обрезают в разное время, смотря, что хотят получить. И для чего это делается? Сейчас самое время обрезать, успеть обрезать, чтобы сирени остались с цветом. А-а-а! Нет! Что случилось? Забыла, запутала. Сейчас хорошее время обрезать, успеть обрезать. Потому что некоторые сирени уже заложили цветочные почки, а некоторые еще нет. И можно успеть обрезать сирень, снизить или придать ей форму. И при этом сохранить цветы на следующий год, чтобы она цвела, а не была просто кустиком зелененьким. Ну, мы для этого ее и держим. Поэтому это надо сделать, как только она цвела. Я так понимаю, да? То есть у кого-то, может быть, она сделала это раньше, у кого-то позже. Да-да. Ну, есть сорта, которые цветут раньше. И они... Там вот есть пара сортов, которые уже поздно обрезать. Иначе мы останемся без цветов на следующий год. Вот. Вот здесь, например, можно показать, как можно ее сократить кустом. Да? То есть сейчас вот он зарос и вышел за свои пределы. За ним никто давным-давно не ухаживал. И нам нужно его немножко... Подкорректировать форму. Подкорректировать форму. Да, убрать, чтобы он не мешался. Я освободил немножко площадку. И это делается очень просто. Мы сокращаем, да? Вот до первого нормального побега, который есть у нас. Да. То есть берем и перед ним режем. Прямо перед ним. Вот так вот. Можно мне прямо сделать? Да, давай. Скажи, надо ли делать наискось или прямо? Нет, прямо просто обрезаем. Прямо и оставляем сколько? Вот миллиметров, сантиметров? Ну, полсантиметра, да. Полсантиметра. Вот нормально вот так, да? Да, нормально, да. Ага. Режем. Вот такую здоровую ветку. Дальше видишь? Ну, то есть вот... Слушай, а давай мы вот на этой ветке покажем, как можно было бы сделать, например, если бы нам не нужно было придавать ей форму. Например, вот мы здесь видим два соцветия. Да. У нас есть дурацкая, дурацкая, совершенно идиотическая такая вещь, когда люди говорят, что сирень нужно ломать. Но сейчас полно инструментов. Можно на Алиэкспрессе купить там какие-нибудь китайские секаторы, которые стоят недорого. Ну, да. Буквально 500 рублей, да. Пока он не затупится, он будет... Конечно. И не надо ничего ломать. А сейчас, если мы не обрезали сирень, у нас есть цветы, мы просто ее вырезаем. Вырезаем, просто соцветия вырезаем. Если нам не нужно менять никакую форму, не опускать. То есть мы до первых двух вот этих молодых приростов... Да, до развилки. ...центральную веточку. Вот то есть то, что не было сделано вот когда-то вот здесь вот? Да. Да-да-да. Вот. То есть оно здесь даже отламывается? Сирень сама себе формирует, да. Если нам не нужно ничего, то мы ее можем оставить в покое. Вот. Но вот здесь, например, нам нужно освободить площадку, да. И поэтому вот эти заросли, которые нависают и забирают эту площадь, мы должны убрать. Угу. Вот. Ну и вот на этой штуке мы можем показать, как, допустим, если у нас выросла большая, да, и мы можем сократить и держать ее в пределах нормы. То есть когда у нас только отсвели... То есть еще надо и молодые вот эти вот приросты. Да, их можно просто берем и обрезаем их вот на две почки, оставляем, и все. О, ничего себе, даже на две почки пиши. Я слышал, что обрезают на треть длины побега. Да нет. Обрезают ровно настолько, насколько у тебя, вот, например, у нее есть голые ноги, да. Помнишь, мы с тобой уже про изгороди говорили? Да. Если у нас образовались голые ноги где угодно, на кустах, на деревьях, да, мы ровно на эту высоту должны опустить это. Тогда отсюда пойдут дополнительные побеги, которые скроют это. Вот. Но что касается, например, петербургской обрезки... Что важно. Что важно. Там нам нужны длинные ноги. Поэтому мы наоборот, убираем все снизу, которое растет. И оставляем длинные ножки у нее. И крона формируется наверху. Это пошло с тех времен, когда у нас, ну, у нас использовали еще это регель, садовник императорский, да, который закладывал кучу садов в Петербурге. И который ратовал за то, чтобы использовать кустарники в больших массах своих. Почему-то об этом сейчас забыли. Ну, вот Казанский собор или, например, сквер Александрович. Городский парк, да, это вот все было при его участии. Вот. И он говорил, что для города очень важны деревья и большие кустарники, массы кустарников, которые держат форму, и они соответствуют большому архитектуре. То есть масштаб, масштаб он самоштабный, да, к городским условиям. Слушай, ну это применимо, вот это актуально для садов. То есть там, я понимаю, это делается для городского озеленения, для больших парков, для больших скверов. Если мы берем наши дачные участки. Конечно. Ну смотри, ну, то есть с помощью сирени мы можем получить кучу всяких, если хотим, мы можем сделать изгородь плотную. То есть для этого мы ее можем просто стричь, как обычную изгородь. Но это делается, правда, сразу после цветения. Можно взять вот сейчас кустарез, да, и показать, как это можно делать. Ага, вот так вот даже. Ну, то есть просто ты ее стрижешь, как обычную изгородь. Как только она цвела, сразу это делается, чтобы у тебя изгородь эта на следующий год зацвела. Ну, вот все весенние цветущие кустарники, которые однократные, то есть не спире, например, японская, которая может повторно цвести, да, а вот такие, как спире, серая, там, сирень, та же самая, да, ее можно обрезать, нужно, нужно, необходимо обрезать сразу после цветения. То есть она зацвела, потому что они имеют такое свойство. То есть они отцвели, потом они наращивают новые побеги, на которых они будут свести на следующий год. И важно не упустить этот момент. То есть если мы укоротили вот этот вот побег сразу после цветения, то цветочная почка заложится там, где мы обрезали. Да, да, в пазухах она закладывается. Классно. Вот, все. То есть это очень просто и очень важно. Не нужно ее ломать, не нужно. Ну, то есть сирень достаточно обрезать, ее легко регулировать, да. Вот если у нас есть такие длинные, вот выросла она такая голенастая, не нужна она нам. Мы ее доходим до первого побега, который есть. Смотри, он всегда есть тут. Вот он, опять же, таки, как вот мы показывали. До него доходим и отрезаем, вот. И оставляем вот это вот, уже будет веточка на следующий год свести. Да, да, в том-то и дело, да. Вот. Просто вот варварские какие-то обычаи непонятные, какие-то вот это, языческие. Это надо ломать. Ломать. Зачем ломать, люди? Ну, есть секатор, есть инструмент. Это просто. Обычай пошел до того, как изобрели секатор, мне кажется. Ну, конечно. Делали наши бабки и деды в локтях и их анучах. И перуну приносили, а хапки сирени. Нет, у нас цивилизованный подход. По поводу, значит, вернемся к нашей петербургской обрезке сиреней. Значит, я думаю, что мы не сказали сначала, что для того, чтобы сформировать вот этот вот большой куст на длинных ногах, то, что называется, мультиштамбовый куст, надо начать это делать прямо с самого начала посадки. То есть куст формируется не когда он уже вырос, а вот стволики должны формироваться прямо с самого начала. То есть оставляется 5 или 7 побегов. Это, ну, я так понимаю, что по желанию. Ну, по желанию. Просто в городе, например, сажаются куртины из кустарников плотнее, чем нужно. Ну, чем мы бы посадили, потому что уход там хуже, да, условия тяжелее, и поэтому сажают гораздо больше растений на квадратный метр, чем, ну, в принципе. Ну, это как с летниками, которые в кашпо засовывают очень много, чтобы было красиво сразу. Да, да. И потом лишнее просто, если там все приживается, то есть оставляет какое-то определенное количество побегов, которые потом уже поддерживают это. Я не знаю, может, мне кажется иногда, что это пошло еще от того, что, может быть, привитые сирени были. Прическу, прическу подправили. Красивый. Кудрявый. Да. Свежо. Свежо. Ладно, я так понимаю, что здесь мы видим, что сортовая сирень, которая была привита на венгерскую, дала дичка, то, что называется. Да, да, да. Да. И, возможно, возможно, вот этот, это одна из причин, почему в городе убирают всю поросль снизу, да? Чтобы не пропустить дикаря. Да, чтобы не пропустить, потому что, если мы его оставим, то через год он будет большим шикарным кустом, а наша красавица вот эта скоро загнется, потому что на нее не будет хватать сил. То есть все питание от корней пойдет к подвою. Да, конечно, конечно. Вот, поэтому мы это все должны убирать, убирать прям. Ну, то, что называется, на корню, да? На корню, да. То есть мы должны найти вообще, вот видите, тут его упустили очень давно. Тут корешок зла, да, запущен был. Да, здесь несколько лет не было никаких садовников, пока шла реконструкция дома, и как-то все это очень сильно запустилось. Поэтому мы должны сейчас хотя бы вот... Ну, а потом, наверное, надо будет это подкопать, да? Да, потом нужно откопать и уже удалить глубже, конечно, потому что иначе все это бессмысленно будет. Ну, вот, видите, то есть он тут разросся и прекрасно себе чувствует. Вот. То есть вот что мы получаем, когда вовремя не следим за подвоем. Если сирень не привитая, а корни собственная, и она дает свою корни собственную поросль, и мы ее не будем вырезать, например. Ну, будет загущение просто кустарника. Слишком много будет. Тогда мы в любом случае, если у нее будет... Есть сирени, которые дают много порослей, есть, которые дают им нет, да? Мы всегда должны держать несколько новых побегов для того, чтобы ее омолаживать, да? Сирени. То есть обязательно это нужно. За этим следить. Вот. Я поэтому не очень люблю использовать привитые сирени, потому что это проблематично, и рано или поздно они начинают быстрее, старее, чем обычная сирень, которая имеет свои корни. Вот. И начинаются проблемы, как у нее пускают волчки. Вот этот куст здесь сидит давным-давно, и они все вот потихоньку выпадают. Видите, что с ними творится? То есть они не восстанавливаются. Они болеют и... Не получают достаточно питания за счет того, что... Ну, то есть вот эта проблема такая. Так же, как с яблоками, да? Если у тебя яблоня загущена, например, то плоды у нее становятся мельче. То есть те пугаются, когда начинаешь обрезать яблони сильно, но потом удивляются, что яблоки стали крупнее, да? Так же и сирени. Мы убираем лишнее, и у нас появляются красивые крупные соцветия. Вдруг. Неожиданно. Расскажи мне, а это относится вообще ко всем видам и сортам сирени? Сейчас же их стало очень много. Те же самые сорта колесникова, например, может быть, имеют какие-то особенности по обрезке? На мой взгляд, нет. На мой взгляд, все сирени обрезаются примерно одинаково. Ну, как бы я формирую их одинаково. Либо изгородью, либо мы формируем высокий штамп, да? Это сейчас очень популярны зонтичные формы, которые иргу используют, да? Это сейчас такое хитовое растение стало. Ну, и сирени можно сделать то же самое. Она очень декоративная, у нее извилистые, красивые, и она долго живет. Если мы хотим получить много цветов, то тогда нам нужно брать после цветения и делать вот так вот. Укорачивать макушки. Да, вот. И тогда вот здесь у вас будет букет. Будет не раз, два, три соцветия, а раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, и длина вот этого укорачивания может быть вариативная, смотря какой плотности мы хотим получить эту метелку. Да, и какой высоты мы оставляем. То есть мы... То есть можно, как пишут, отрезать треть побега, а можно, в принципе, отрезать и три четверти. Можно, да. Можно даже половину отрезать, если ты хочешь, да? Но здесь очень просто. Все кусты берешь, убираешь развилку, вот у тебя получилось уже. И ее укорачиваешь. Просто я удивляюсь, ну, как бы это просто. В принципе, да, когда ты сейчас показала, но, опять же, такие люди боятся. Вот сейчас много разных этих новых видов появилось. У нас в Европланте сирень раскидистая, сирень полибен, сирень повислая, волосистая. Ты понимаешь, и они выглядят все на... Вот для любителя немножечко разными растениями. Нет, но все растения, вообще принцип обрезки декоративных растений, он везде один и тот же. Ну, один и тот же, да? То есть, в зависимости от того, что мы хотим получить, мы так и режем. Ну, то есть, любые кусты. Например, если изгородь, это одно, мы обрезаем. Главное, не пропустить сроки обрезки, чтобы не потерять цветение. Все, я тебя понял. Основные принципы. Обрезаем соцветия, укорачиваем приросты этого года. И главное, делаем это сразу после цветения. У сирени абсолютно точно, да. И последний вопрос, который хотел тебе задать. В этом году очень сильно у нас вредители портят сирень, и в том числе распространена очень цикадка розанная. Правильно ли я сказал? Да, да, есть она. Называется вредитель. Этот ползучий гад. Ну, вот она. Но она не ползучая, летучая. Вот она. Это летучая. То есть, у нее вот такое характерное повреждение на сирене. То есть, если мы видим вот такие пятна, это как раз цикадка розанная. И я так понимаю, что с обратной стороны листа вот мы, собственно... Шкурки ее видим. Видим. Что это? Шкурки ее. Переменяла. Ушла. А, вот вы, она шевелится. Это живая еще? Это еще живая. Да ничего, она не шевелится. А, ну, может быть. Ты мне скажи, что с этим делать вообще? Чем это можно вылечить? Ну, здесь она как бы есть и что? Смотри. Здесь есть и что? А есть кусты, которые целиком уже с белыми листьями стоят. Ну, тогда обрабатывать... Опасно ли это для растения? Ну, нет. Если это губитель... Ну, если она совсем загибается, да? Вот для этого растения это вообще никак не опасно. Ну, то, что вот... Скажи нам марку препарата просто хотя бы, который мы можем везде купить и пойти в ближайший магазин и самостоятельно облить, обработать и истребить эту заразу. Ну, Актора, наверное. Актора поможет? Ну, я думаю, да. Так, она от сосущих вообще, от тли и от цикадки и вообще от комплекса всех привитых. Да, да. Мы обходимся обычно... Примит... Привит... Меры, когда ты заранее делаешь все. Примитивные. Вот. Примитивные. Примитивные. Нет. Так, давай еще раз. Я не люблю в садах использовать жесткие препараты, химию, да? И мы стараемся предупредить, нежели лечить потом. И поэтому, начиная весенний уход, вот, все растения моются зеленым мылом. Это очень просто. Есть такой хороший прибор, называется керхер. Вот, мы берем прямо его и отмываем себе весной все растения зеленым мылом. И с труей прямо можно по растениям. Да, нужно, да. Смываем. И потом идут обработки, которые являются и противогрибковые, и они же являются... Ну вот тот же профилактик, скажи, которым обрабатывают... Я люблю очень Тиавидджет, например. Как, как, как? Тиавидджет. Тиавидджет. Это препарат на основе серы, вот. Он хорошо очень работает. Мне очень нравится использовать аллерин, например. Это он... Аллерин. Противогрибковый препарат. Но единственное, что мы повторяем, например, если у нас сад на уходе, мы раз в неделю приезжаем, и мы обрабатываем, ну, раз в неделю чередуем, да, эти препараты. Особенно, когда вот весеннее цветение начинается. Только распускаются в месте, чтобы не было проблем дальше. Вот. Я хочу сказать, что мы, например, в запущенном саду спасли рододендроны таким образом от белокрылки, который был в очень угнетенном состоянии, да. Ну, то есть просто обработки Тиавидджет меняли там с фитовермом. Понятно. И тогда никакой цикадки в июне у нас уже не будет. Не будет, не будет, да. На этом мы заканчиваем наш ролик. Лада, спасибо тебе огромное за содержательный рассказ и мастер-класс по обрезке сирени. Надеюсь, что нашим зрителям было интересно. Надеюсь. И послушать в том числе про петербургские традиции обрезки сирени. Надеюсь, вы тоже сможете реализовать их в твоих садах. Но мы с тобой не прощаемся. Я хочу, чтобы ты показал еще, как ты обрезаешь яблони. Поскольку ты это делаешь в июне, и сейчас это актуально, мы сейчас, я думаю, запишем с тобой еще одну беседу. Ну, давайте. Там быстро, очень. Хорошо, договорились. И очень полезная такая штука. До свидания. И пошла, и пошла. Ешов, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин